здравствуйте дорогие друзья меня зовут владимир гальштейн я за операторским пультом и сейчас мы начинаем нашу регулярную программу радио блог с игорем цесарским здравствуйте игорь добрый день володя добрый день уважаемые слушатели прежде чем мы начнем нашу традиционную программу радио блог напоминаю о проекте который сейчас осуществляет моя медиагруппа континент этот проект называется тв-клуб континент вы можете найти ролики которые мы записываем если зайдете на youtube и наберете по-русски тв-клуб континент там вы сумеете встретиться с теми авторами которые встречаются и на страницах наших газет и которые звучат том числе в эфире народной волны в рамках программы радио блог вот с одним из таких моих собеседников буквально несколько дней назад мы записали тоже ролик и интересно тему обсудили а сегодня у вас такая я скажу счастливая возможность встретиться с ним уже в эфире программы радио блог я представлю его это эдуард афонин профессор национальной академии госуправления при президенте украины известный социолог из киева эдуард добрый вечер добрый вечер добрый вечер вот ну у нас как я уже сказал сейчас нашим радиослушателям встреча с вами не первая мы уже попробовали сделать пару записей и они есть их можно послушать но там мы обсуждали одни темы если кому-то будет интересно то я думаю очень просто этот вопрос решится можно будет зайти на youtube и послушать но сегодня у нас более развернутый разговор там у нас было 20 минут сегодня в нашем распоряжении без малого час и мы скажем так часто звучит не только в нашем эфире так я вас я вас а у нас от оборвался свет оборвался свет но при этом skype у нас продолжается трансляция по skype просто в темноте продолжается значит будем ориентироваться на вот на зеленый экранчик алло алло вы нас слышите а я вас слышу ну значит военно-полевые условия да значит мы постараемся продолжить по крайней мере если не видео ну так аудио эфир хорошо володя все нормально там да со звуком у нас все хорошо единственное мы видим в темноте немножко вашего собеседника но это добавляет интриги ну хорошо да будем считать мы говорим о мифологии вот может быть разговор о мифологии мы начнем с того что приключилось буквально сейчас эдуард как вы считаете ну в общем то сегодня ну я хотел бы вспомнить дэниэла каннемана это израильско-американский социальный психолог отец бихеверийской поведенческой экономики так вот он как раз нас подводит к тому что мы могли бы так сказать назвать чудом мы об этом говорили раньше ну и в данном случае всплывает еще одно родственное слово миф мифология ну в советский период мы все помним так сказать этот период когда вот это светлое будущее выглядело для нас как город солнце компанеллы как вот миф о какой-то ну в общем то далекой далекой звезде который мы никак не могли особенно вот в украине нащупать руками эту звезду ну кому-то удавалось кому-то нет а в принципе вот в 68 году я хочу напомнить павел загребельный это один из таких известных вот того периода писателей он даже книгу написал дэву чудо ну и в общем то скажем в этом что то есть но я хотел бы о другом если можно вот мы занимаемся вот таким интересным феноменом как архетипы архетипы коллективного бессознательного это идеи которые принес швейцарец карл юнг и они как-то удивительным образом были созвучны вот с той новой эпохой которая заканчивается уже сейчас для западного полушария я имею до для евроатлантического реала это имеется ввиду эпоха которую но философы называют словом таким интересным пост модерн чтобы и дальше пока никто не знает это уже практика скажем американская жизнь не подскажет в общем то что будет дальше но в общем то мы задумались о таких вещах как вот каким образом к нам приходит вот тот опыт опыт который прожили наши предшествующие поколения и вот мы приходим к такому пониманию что в общем то эпохально разные части этого опыта к нам стучаться в нашу действительность но в частности вот сегодня мы говорим о том что инновационные процессы становится ну базовым основанием нашей жизни и вот сегодня это те идеи которые француз жильбер дюран ну мог бы назвать значит вот такими архетипами логосами собственно которые вот наполняли вот это без сознательно или вот это то что но относится к пространству не осознаваемым нами это наполнялось в советский период или подобные советскому периоду я могу назвать это эпохи греческой античности это эпоха возрождения наконец вот эпоха модерна в советском своем представлении вот эти все три эпохи работали на то что дюран назвал логосом архетипы логоса ну а мы с вами говорим сегодня об архетипах мифосах так вот сегодняшняя эпоха она как раз также производит закладку вот этих вот вещей которые мы называем мифосами также как в советский период закладывались вот эти логосы логосы архетипы логосы закладывались советские периоды или подобные периоды вот я их назвал это греческая античность это возрождение период вот а вот то что происходит сегодня сегодня мы творим эти смыслы творим эти новые мифы и вот эти мифы сегодня нам так видится ну как бы закладывается для следующих в общем мы ответственны за мифы перед следующими поколениями вот эдуард скажите пожалуйста если вот перевести разговор с общего на некоторым образом на конкретное вот ну хотя бы таких несколько наиболее вот для вас типичных примеров так такого логоса как вы говорите или мифов именно советского времени и может даже постсоветского но вот смотрите был такой харьковчанин время последний период своей жизни работал в московском государственном университете ломоносова петр гальперин вот он такую теорию написал или скажем вот воссоздал значит теория поэтапного формирования умственного и практического действия смысл состоит в том что вот мы обучались в советский период и помним целью этого обучения была выработка навыков так вот он сказал что вот действие которое мы совершаем и вот он вокруг вот этого основного феномена действия свою теорию описывал но состоит из нескольких вот скажем элементов это алгоритмы то есть последовательность каких-то операций ну и какая-то знания часть сопровождала эти операции то есть эта теория это могла быть методология это могли быть просто знания об условиях деятельности ну и кроме того в своей теории он еще и описал генезис того что мы называем действие действие материальное когда мы крутим гайку например действие условно материальное или материалистическое действие это когда мы считаем вот на счетах двигаем костяшки а под ними подразумеваем какие-то так сказать метры это чувственная перцептивная форма действия это то что мы переживаем с вами каждое событие ну и наконец еще два действия генезиса в этой цепочке генезиса это действие внешне речевое вот то что я произвожу сейчас описывая скажем какие-то предметы вещь ну и то что уже кульминацией является этой цепочке генезиса это умственное действие то что мы в уме делаем вот это такой генезис действия так вот когда мы вот если помните в начале были такие в моде бригадные формы обучения даже такое грубое слово ну в общем-то групповые такие формы здесь происходило отточка навыка вот скажем было какое-то количество участников этого действия да и каждое действие совершал своеобразное по-своему делом получалось что возникал феномен такой что ну скажем какое-то усредненное появлялось действие которое проникало вернее уходило на бессознательный уровень вот это знание его часть сопровождаемые сопровождающие действия уходило в этот ну скажем бессознательный план а оставались собственно навыки но теперь уже более сложные навыки вот таким образом вот этот ну скажем сознательный компонент действия знания которые сопровождают это действие откладывались в этом поле бессознательного виде архетипов логосов и вот так работала и римская вернее греческая античность эпоха и возрождение и вот наконец мы сегодня живем в современности нашей постмодерной говорят философы когда скажем основой нашего благосостояния благоденствия и так далее наших успехов лежит как раз инновационное действие откуда оно берется вот мы включили скажем свои мозги мы пытаемся что-то придумать какую-то эврику совершаем какое-то действие новое появляется идея от нее стартап идет от нее разные проекты идут и так далее вот и это все получается нами из вот этого поля бессознательного которое заложили предыдущие эпохи это я говорю об архетипах логосах но точно так же работают и архетипы мифосы только закладывают их смежные эпохи но если там закладку производили скажем эпоха греческой античности возрождение эпоха модерна в том числе советского периода модерна то мифосы закладка мифосов производится в смежные эпохи это римская античность это просвещение эпоха и эта эпоха вот современная и вот тогда возникает вопрос ну хорошо а все ли способно вкладывать вот эти вот так сказать ну наследие для следующих поколений в данном случае мифосы ну наверное не все и вот наши методики позволяют вот такие ну скажем дифференциации в группе или разбить вот есть скажем жители этого города есть скажем жители какой-то страны и мы можем точно в цифрах сказать сколько процентов сколько или какой характеристики эти люди которые вот собственно способны это делать но на сегодняшний день например в Украине такое число вернее способность вот к этому виду активности ну наверное предрасположенные 21 процента по данным 18 года а вот например черпать из кладовой бессознательного вот эти новые идеи то есть инновационный процесс на сегодняшний день в Украине например способны 24 процента взрослого населения но скажу что в каждой культуре эти проценты как это влияет Эдуард вот допустим вы сказали этот процент и если перевести на более такой ну скажем упрощенный простой пример язык вот как влияет вот эта процентность на ну на качество вообще общественного развития в данном случае если мы пример берем Украины и может вы сравните с предельными странами ну и с Америкой предположим ну я могу единственное сказать что судя по коду культуры но опять же я не имел возможности такое было такое желание спокуса и так далее то есть желание такое было но возможность такая не представилась замеры сделать в Соединенных Штатах хотя очень близко был возле компании Геллопа это в частности штаб квартиры в Линкольне штат Небраска вот где я являюсь почетным гражданином этого города ну скажу что самые общие прикидки что скажем Соединенные Штаты культура американская она более предрасположена к этим инновационным процессам чем скажем Украина и еще более чем скажем Россия или еще более чем скажем восточные культуры то есть степень асимметрии вот ну я уже наверное сложные вещи называю типа кода культуры там в общем я скажу что я ориентируюсь вот в этих сравнительных картинках по такому феномену как код культуры но сразу же хочу сказать что я не встречал еще практик замеров кодов культуры то есть код культуры используется скорее как метафора чаще всего как некий такой обтекаемый скажем феномен понятия значит которым пользуются о нем говорят но никто не измеряет кроме профессора Афонина мы измерили эти вещи в 92 году и у нас есть методика которая позволяет измерять для любой культуры вот эти вещи от которых так сказать проектируются наши вот эти потенциалы относительно инновационного процесса сравнительные картинки и так далее возможно придет время когда это станет уже ну скажем наподобие таблицы Менделеева нормой иначе говоря нормой нормой да таблиц Менделеева мы пользуемся вот теми данными этой таблицы и производим новые материалы а здесь скажем пользуясь данными вот этой новой таблицы кодов культуры мы сможем производить новые культуры представляете у меня было желание уже даже в 92 году когда мы измерили три кода культуры код культуры России и Белоруссии и теоретически мы предвосхитили так сказать пространственно вот по континентам где какая культура с точки зрения кода культуры распределение вот этих значений которые мы относим к коду культуры мне хотелось тогда на тот период уже ну обратиться скажем Gallup International компании значит и попросить измерять но когда я кинулся к цифре сколько это стоит то в общем то стало это недоступным 450 тысяч долларов скажем такой замер стоил бы но имеется ввиду по странам мира вот так что это скажем наше желание немножко остудило так сказать отсутствие не совпали с теми возможностями я понимаю с возможностями такое бывает ну наверное такое бывает еще и тогда когда те компании скажем наверное институт Gallup в состоянии потратить и полмиллиона но не всегда хочет это делать скажем так ну в принципе ну на сегодняшний день это столь важно ну как на сегодняшний день на сегодняшний день на сегодняшний день цифра конечно значительно меньше уже стало вот но тем не менее скажем мне каждый срез вот я провел три среза в России значит срез мне ну обошелся это я раскрою такие уже секреты скажем выборка полторы тысячи российская вот под мою программу скажем стоила пять тысяч долларов например срез это двадцать вопросов срез значит в Белоруссии немножко подешевле там три тысячи долларов в Украине три тысячи долларов вот ну представьте себе вот я восемьдесят четыре таких измерений сделал да вот с девяносто второго года сколько бы это денег надо было значит но у меня таких денег конечно же нет вот ну где-то мне помогали то один помогал подбрасывал скажем три тысячи долларов для того чтобы мне замерить один раз второй раз третий даже был такой случай с одним бизнесменом я где-то порядка тридцати лет моржую куплю зимой значит ну и мы на вот такой процедуре я познакомился с одним бизнесменом ну и он думал что он легко от меня отделается там скажем пять тысяч гривен скажем на книжки вот а в итоге это вылилось значит на проекты трех книг издания вылилось сколько же я не помню сорок тысяч гривен то есть не пять а сорок и потом он пропал с моего горизонта наверное потому что боялся что я на большее буду замахиваться понятно но книги то остались в итоге может книги остались пару слов вы скажете для тех возможно заинтересуются этими книгами ну вот смотрите одна из таких вот из этой серии книг это научные книги монографии значит называется общественное развитие от Рождества Христова это ну такая книга в украинском и английском языках значит половина в одном языке половина в другом языке переводил книгу переводчик который переводил в свое время книги президента Ющенко значит он достаточно точный делал перевод но когда я встретился с одним коллегой из Австралии он мне сказал Эдуард говорит вот если бы эта книга была ну переведена с участием скажем носителем языка американского английского британского то она бы имела шанс обратить на себя внимание буквально это правда потому что на самом деле по логике вещей ни один потребитель носитель языка в данном случае английского не станет читать то что изложено явно иностранцем то есть там понятно что что сразу бросается в глаза ну тем более в мире информации которая производится каждые два дня ну скажем удваивается по отношению к предыдущему периоду информации конечно же в море такой информации какая-то книга это мелочь которую можно не заметить хорошо мелочь не мелочь но главное что она есть так же как и есть те исследования что вы проводили вот но у нас есть и другое у нас настало времени нашей рекламной паузы мы должны послушать несколько важных очень объявлений просим всех оставаться как говорится на местах и если у кого-то во второй части появятся вопросы к нашему уважаемому гостю то милости просим телефон прямого эфира Володя вам напомнит друзья мы продолжаем программу радиоблог с Игорем Цесарским у нас сегодня получилась мистическая передача потому что собеседник Игоря сидит почти без света и видимо тема программы на это повлияла как вы думаете Игорь я я я я так точно подведу какую-нибудь конспирологическую историю под это потому что ну это это ближе ныне журналистики хотя я не очень люблю конспирологию но тем не менее это тайное правительство сейчас тайное правительство мировое сейчас рулит тайное правительство или это как-то связано с наступающими выборами с прошедшими выборами в Израиле с наступающими в Украине и так далее с Украины я точно знаю с Украиной все это вот как пидать у нас уже есть звонок Эдуард может прокомментировать сам это у нас уже звонок есть можем принять а ну можем и принять он уже давно сейчас мы узнаем что это может тоже какое-то мистическое событие может быть все может быть слушаем вас в эфире здравствуйте абсолютно ничего мистического жаль ну ладно я хотела узнать может ли наш гость на основании этих мифов и логусов сказать сможет ли Украина в конце концов вступить в НАТО и как долго если будет да то как долго это нужно ждать потому что кто будет президентом на Украине мы узнаем в Украине извините спасибо ну вот Эдуард вот вам такая задача спасибо спасибо за поправку вот наши слушательцы радиослушательницы в Украине это кстати вот один из признаков которые скажем диагностируют культуру и вот те кто уважительно относится к культуре Украины они говорят в Украине не на России а в России в Украине ну а в принципе намного скорее чем мы себе можем представить произойдут события в Украине которые ну можно было бы назвать как приобщение Украины к европейской ну скажем плеяде народов и так далее но это не в мифологическом таком значении а в реальном вполне смысле то есть в данном случае наш мониторинг вот я уже говорил 84 среза с 92 года позволяет утвердительно говорить что буквально вот мы ждем начиная с 18 с конца 18 года некий скачкообразный такой процесс изменений вот в этой глубинной природе культуры украинской и вот этот скачок как раз обеспечит вот те усилия массовые усилия вот президент Порошенко называл там перед началом без виза вот когда украина вступила значит ну частично можно считать скажем декларативно вступила в европейский союз имеется ввиду ассоциативное членство в общем то можно говорить о том что вот это с произведением этого события Порошенко называл тогда тостер реформы как итог вот за последний период было произведено ну можно было бы и другую цифру назвать в принципе никто здесь не силовал бы но важно то что не не одна реформа а множество реформ кстати вот эти вот реформы это один из факторов вот этого изменения которое мы ждем вот таких три фактора вот война которая происходит на юго-востоке Украины экология это Чернобыль и собственно вот эти количество массовое количество реформ реформаторских действий вот это три фактора которые приводят к массовому психоневрозу в Украине а не только наверное в Украине это я говорю словами юнга швейцарца и он говорит о том что вот этот массовый психоневроз или психоневроз в принципе выступает не как негативный фактор а выступает как источник процесса индивидуации то есть делание вот этих самодостаточных людей и вот собственно мы ждем в этом отношении скачок на 10-15 процентов который кардинально изменит ситуацию в Украине и собственно Украина будет способна довершить свои движения и цели которые обозначены в том числе и в Конституции очень интересно 10-15 это конечно цифра очень впечатляет мы попробуем принять еще один звонок ну и продолжим слушаем вас здравствуйте здравствуйте вы знаете я бы хотела спросить на тему которая как бы несколько вне вот того что вы говорите вне ну это тоже политика вот психоанализа известно что у одного у фрейда например была теория основана на эдиповом комплексе а у юнга наоборот в комплексе электро и так далее а вот сейчас если посмотреть на политиков на левых политиков идет сплошная подмена понятий то есть мир у них это называется войной наоборот все свои грехи они как бы перекладывают на консерваторов и так далее это что это комплекс связанный с подсознанием или это просто тактика выработанная лицемерная циничная вот что это на самом деле происходит спасибо вы знаете вот в политике как-то часто ну вот слышишь в риторике политической говорят о двойных стандартах например вот это часто звучит фраза но я думаю что в общем-то если говорить о современности то здесь нет никаких двойных стандартов здесь в современности работает принцип альтернативности собственно там можно не просто двойные стандарты а найти и еще большее количество вариаций а вот то касается советского периода мы же с вами прекрасно помним о том что там было единственное правильное учение решение и оно было ну кто там возглавлял называлось мое то есть вертикаль ну и так далее но к этому опять же вот на западе существовало тогда вот в американской западноевропейской и так далее в советский период возникала скажем вот критика что семнадцатый год скажем это было экспериментом 1917 год вот я никак ну не знаю вот что-то противостоит отнести это полностью к эксперименту случайностей то есть которое не могло быть а она все-таки была ну я думаю что все-таки эти вещи они приходят в каком-то смысле загномерно но единственное что сегодняшняя реальность ну она развивается вот в атомизированных людях атомизированном обществе на многообразие вот этих смыслов индивидуальных если раньше был один смысл и он шел от кпс он шел от политбюро он шел от генерального секретаря скажем то на сегодняшний день извините вот в украине например двадцать четыре процента вот этих ну скажем так атомизированных украинцев или самодостаточных украинцев а в россии где-то процента ну наверное на два четыре процента меньше в этом отношении но там немножко другие процессы особенности есть культурные мы их в общем-то эти можем озвучить эти особенности ментальные особенности русской и украинской культур ну в этом отношении я могу сказать что вот этот тезис о том что мы одинаковые ну скажем ну близкие культуры это не значит что одинаковость близкие культуры по коду ну вот я называю код культуры Украины 62 38 это такая пропорция код россии 54 46 вернее простите 56 44 то есть вроде бы близко а если называть код культуры американский например я ну предположительно вы скажу у меня нет таких данных это скажем пропорция ну где-то близкая 85 15 90 10 представляете как асимметрия какая Эдуард а можно вклиниться а если взять китай есть хоть какая-то предположить да есть предположительно восточные культуры они ближе граничат к симметрии симметрии в принципе не существует симметрия это признак нежизнеспособности организма ну общественного организма поэтому поэтому когда мы имеем вот в динамике скажем нашей мониторинговой мы проходим вот это значение 50 на 50 это кризисности момент вот точно так же как 92 год в политическом отношении в Соединенных Штатах помните выборы были Клинтона да президента Клинтона и и там было значение скажем соу соу почти вот это моменты кризисности и вот тогда именно тогда в 92 году как мне представляется политическая система Соединенных Штатов первую трещину вот ну так же как в 2008 году например эта трещина экономический смысл внесла и где-то мы ожидаем в ближайшее время вот в Соединенных Штатах мы ожидаем вот ну проявление общесистемного кризиса вот скажем американский аналитик Эммануил Валенстайн думаю слышали наши радиослушатели значит он говорит или предвосхищая говорит о том что вот этот кризис предстоит значит он будет более мощным чем кризис Великой Депрессии так он говорит ну я не хочу страшилками здесь заниматься значит вопрос не в этом вопрос в том что скажем вот эти кризисы которые помните советской платформы мы смотрели как вещи которые скажем советская действительность снимает в принципе а вот западу характерны эти кризисы а теперь мы понимаем что в общем то здесь политика здесь ни при чем здесь есть природа которая носит универсальный характер и она подвергает своему воздействию все культуры все страны только одни страны вот как китай например они имеют свою ну скажем так циклы развития более протяженные а соединенные штаты например не циклы имеют то есть более ну мы говорим как асимметричная культура значит у нее циклы короткие у соединенных штатов если там занимает там 800 лет например в штатах там какое-то значение цикла да а в соединенных штатах это полтора столетия может быть то есть разница колоссальная и вот даже вот разница близкими культурами русской культур российской культурой и украинскими культурами дала нам разницу в процессах трансформационных полтора года то есть если в начале цикла вот представляем значит более пологий цикл да и вот кризис возникает то где он возникнет быстрее проявит себя в пологом цикле или более таком контрастном конечно же в пологом то есть россия более пологий имеет вот этот вот волнообразный характер цикла да и в россии раньше начали работать процессы демократизации или трансформационные процессы украина с опозданием шла на полтора года примерно значит а сейчас она идет на полтора года раньше то есть завершение как раз вот трансформационные вот этого кризисного периода изменений радикальных возникает уже на завершающей фазе более раньше у того у кого более ну скажем он значит более асимметричен скажем так это интересно дело в том что насколько вот сейчас пишут многие публицисты и так далее то встречается утверждение как раз может не не на уровне вот здесь ваше исследование братья вы говорите про полтора года сейчас существует мнение что россия безнадежно отстало именно вот если брать то самое общественное состояние и степень ну скажем так вспомним слово свобода но свобода мы обычно говорим смотрите свободой может обладать скажем общность свободой может обладать представитель общности индивид отдельный человек так вот сегодняшние процессы или вот то что мы называем постмодерной современностью сегодняшней это свобода для отдельного человека это свобода атомизированного человека вот и вот их количество скажем в россии в украине разное вот в украине их больше в процентном отношении в абсолютной цифре конечно в россии будет больше вот а в процентном отношении а здесь играют именно пропорции и отношения в этом смысле но я бы не сказал что я не драматизирую ситуацию в том числе и сегодняшнюю скажем предвыборную ситуацию в украине я не драматизирую скажем и ситуацию для россии как развивающегося субъекта ну свойственно нам людям свойственно ее усугублять и как бы видеть более травматично чем ну скажем природа это обустраивает и вот когда мы занимаемся вопросами управления скажем общественными какими-то процессами явлениями и так далее в политике в экономике и прочее не грех было бы вспоминать ну скажем фразу фрэнсиса бэкона первого материалиста скажем современности значит который говорил что управлять природой можно лишь подчиняясь ее законам вот просто ломать как вот депутаты там скажем на колени или через колено или еще как-то или вот скажем в этом авторитарном режиме скажем проводится просто вот скажем какую-то волю или еще кого-то принуждать и прочее это не значит управлять это ломать дрова или как ну да ломать дрова да но это как раз происходит очень даже часто и во многих местах ну это не от хорошего ума или не от большого ума ну что делать это проявление воли да а подкреплены еще институтами власти институтами принуждения государства это единственный субъект может позволить себе или легально ну и даже легитимно скажем то есть это мы признаем люди признают что это право только государства ведь самосуд же никто же не принимает да ну вот интересно если все таки возвратиться даже к тому над теми темами над которыми вы работаете и и скажем то место где вы работаете с вашими коллегами вот у многих создалось ощущение что с распадом советского союза с потери каких-то тех вот вот связующих моментов с бывшими республиками этого союза особенно с россией что что все произошел такой такой же распад и в научной сфере и в промышленной и так далее но но вот лишний раз общение с вами вот то которое было вот и в предыдущем нашем эфире нашем ТВ клубе и вот сейчас говорит о том что жизнь то происходит все продолжается и что по прежнему вы занимаетесь тем чем мы занимались и более того может даже еще в большей степени сфокусированы не только на локально таком постсоветском пространстве но и на мировом на европейском но здесь мне помогает мой партнер это мы с 99-го года установили как ну я не знаю без всяких документов мы просто договорились что будем работать в духе стругацких только стругацкие писали фантастику а мы научные тексты и вот у нас вышло из-под пера но где-то порядка шести монографий вышло а чем привлек меня например мой партнер это андрей мартынов историк профессор доктор наук это мой ученик я могу с гордостью сказать хороший ученик вот тем что он обладает или ну обладал и тогда когда мы познакомились в посольстве германии значит обладал вот уникальной способностью он историографию хорошо знал вот но это то чего мне не хватало например я хорошо владею смыслами владею инструментами но наполнением вот пространства или эксперимента или скажем вот каких-то размышлений и так далее нужно очень четко мы имеем такую модель универсального эпохального цикла который описывает вот изменения стран любых культур так но знать события вот непосредственно в истории конкретной страны я же не знаю а он мне как говорится помогает в этом здорово и наше сотрудничество дало например буквально последнюю монографию мы издали 10 апреля мы ее презентовали в украинформе под названием украинское украинское чудо от депрессии к социальному оптимизму в украинском звучании украинский диво от депрессии до социального оптимизма вот где-то мы договорились я сейчас влечу в казахстан потом где-то пять стран еще и вот по возвращении уже я пообещал мы проведем в нашей академии скажем ну встречу открытый какой-то формат где будут и обучающиеся то есть наши слушатели и преподаватели и так далее попросили в Киево-Могилянской академии тоже провести ну такую встречу где бы я открыл вот основание прогнозирования потому что это ну собственно этим должна заниматься наука ну на сегодняшний день она находится как вы ну правильно сказали о том что все в кризисе находится сегодня все в развале находится сегодня имеется в виду старого опыта старых представлений не в смысле института как такового то есть институты остаются но наполняются они новым содержанием эти институты точно так же как вот мы например и ну скажем вот мы сегодня говорим 21 процент носителей групповых коллективных ценностей в Украине да 21 процент но это не те советские люди которые которых называли коллективистами вот для меня например интерес представляет вот посмотреть содержательную часть вот этого сегодня объединения вот тех которые сегодня производят вот эти новые или нацелены или должны ну и скажем миссия их предстоит вот эти производить новые мифы новые мифы мы очевидно понимаем что ну без мифов наверное жить и скучно да и невозможно в принципе я думаю кстати говоря что даже для некоторых не так оптимистично настроенных и наших слушателей и скажем тех людей кто приехал когда-то из Украины стали американскими они гражданами вот даже название вашей новой монографии относительно оптимизма многие очень пессимистически воспринимают и то что происходит ну по понятным причинам потому что читают прессу так общаются с людьми и не у всех картина такая естественно благостная возникает вот что вы напоследок можете сказать этим людям насколько не то что я понимаю раз вы сделали эту монографию вы верите в то что вы пишете но насколько вы можете буквально им сказать вот у нас пару минут осталось что бы вы что бы вы им в общем сказали относительно того что во что вы сами верите ну я бы во первых успокоил бы в принципе это и даже да любой мудрец любые мудрецы или мудрецы как раз говорят на эту тему именно таким образом относительно того чтобы успокоиться но если скажем тот же Иван Драч вернее Павел Загребельный писал в 68 году книгу Чудо скажем опираясь на мифы или опираясь скажем на историю проще говоря то сегодня мы опираемся в общем то на реальное сознание главным образом и поэтому аргументы скажем к оптимизму у меня выходят не из того что я чувствую или сердцем скажем ну предвосхищаю нет они строятся вполне на рациональном каком-то результате который дает нам мониторинг наш ну иначе для для как современников рациональных людей в основе своей ну наверное это аргумент я думаю ну я думаю те кто все таки в большей степени ориентируется не только на представления которые получают из многочисленных радио телевизионных и прочих эфиров а еще знакомые с наукой скорее всего прислушаются к тому что вы сегодня рассказывали и особенно к вашему последнему тезису а пока большое спасибо за то что вы были с нами в этот тяжелый момент отсутствие света в вашей квартире в вашем доме сегодня уникальный вид и надеемся что еще услышите вас на чикагской нашей волне спасибо большое вам и всем нашим радиослушателям тоже и хороших пожеланий спасибо всего доброго до свидания